здравствуйте дорогие подписчики и гости нашего канала с вами алексей грильков сегодня на дворе у нас утро а значит я буду готовить что-то на завтрак вам очень зашла тема быстрых завтраков поэтому буду ее продолжать в чем смысл кто вдруг что пропустил вот в этой рубрике быстрые завтраки быстрый ужин будет что-то такое элементарное но очень на мой взгляд оригинальное если вы со мной согласны значит это здорово сегодня я хочу вам показать один хороший рецепт увидел я его стырил фактически из ресторана не из ресторана на это кибарка через такая тема бизнес-ланч вот есть бизнес-ланч именно утренние на них выдают всякие разные плюшки бутерброды вкусные т.д. я в общем заехал в такую столовку и увидел невероятно офигенскую тему с использованием бублика я честно говоря думал что вообще уже истребили все бублики на планете их не осталось но я был крайне удивлен но что-то я да я вот думал что все ах и тысячи все нету бубликов оказывается они есть и сегодня покажу рецепт используем именно его что это такое я назову это необычный бутер но это совокупность бутерброда совокупность яичницы совокупность сыра помидор всего в общем свежего всего того чего хочется с утра останется только на бульоне себе немножечко чайка либо кофейка рецепт не на каждый день когда я делал этот омлет все написали лёха такое хрен сделаешь каждый день это же такая изюминка вы поймите это на выходной вот сейчас праздники будут новогодние встали пораньше замутили и все вот с такими же ваши домашними вот такими шарами нифига себе как это оригинально все балабойство бой пьяная россия боже мой что за бред я несу в общем давайте приступим к приготовлению я буду сегодня делать два бутера нарезаем бублик вот таким вот интересным образом смотрите то есть должно получить такой некий бегал в америке называется смотрите какие ингредиенты еще нужны сыр салями либо это может быть любая ваша любимая колбаса и помидоры все что мы теперь делаем это значит что мы на сковородочку переходим смотрите ставим на чуть ниже среднего огонь берем салями масло можно сюда пока не добавлять потому что салями богата этим жирком сейчас подтопится и вот так это все нужно прожарить сказать сколько не могу где-то грамм наверно 70 на 2 бутерброда салями у меня уйдет пока салями поджаривается мы немножко добавляем масло сейчас объясню зачем берем нижнюю чуть чуть нижнюю чуть бублика нижняя часть бублика и вот так немножко растираем и ставим в центр ну что нам нужно чтобы он тоже подзарумянилось мы же хотел чтобы немножечко все это дело было в хрустку прошло где-то 4 минуты нам по сути нужно сделать так чтобы он просто прогрелся не нужно его прям зажаривать памяти у нас еще дойдет теперь смотри что мы делаем салями тоже обжарились поэтому мы их сюда вот так вот теперь добавляем по кругу следующее это помидоры я выберу помидоры черри потому что не очень большие порезал их нарезал вернее их такими полосками и по кругу также ставим далее берем сыр и я выбрал гауду вы можете использовать ваш любимый и наставляем его такими вот тоненькими пластинками все смотрите самое главное чтобы они уходили сюда не в эту сторону потому что иначе сыр потечет он просто будет на сковородке а так это все уйдет вовнутрь сейчас делаем огонь да даже на максималочку поставьте потому что нам очень нужно чтобы яйцо быстро взялось берем закрываем второй частью бублика я взял два яйца можете использовать одно смотрите прижимаем его руками и вливаем сюда так как температура на сковородке сейчас большая поэтому он нас сейчас сразу и возьмется добавляем щепотку соли немного свежемолотого перца и так как я люблю острое я добавлю пару капель табаско куда без него дорогого сверху мы должны создать сырную шапку поэтому немного добавляем сыра его можно порезать поменьше либо на терке потереть тут смотрите сами после этого уменьшаем огонь на чуть ниже среднего на троечку где-то закрываем крышкой и бутер готов все готово пару советов но вернее это даже не советы в общем когда я первый раз это пробовал я думаю как это есть начал как бургер кусать понял что это неудобно ко мне подошли так и тонко намекнули вы знаете лучше всего полезать пополам либо кусочки и макать сюда здесь тема в чем если вы любите яичницы более такие с желтком более жидким да скажем так то по времени чуть-чуть не дожариваете да то есть ну вы выберете для себя это время тут все по вашему вкусу дает что-то я короче не пробовал уже начался рассказать и это пробую уже не первый раз поэтому начал уже говорить все давайте пробовать пришло время рассказать что-нибудь по поводу этого не буду сильно распинаться это короткий рецепт и скажу лишь одно это надо есть горячим это первое правило хотя по идее вы можете сделать забрать себе на работу разогреть микроволновки будет неплохо я пробовал разогревать она ров это работает бублик мягкий получается в общем то что нужно как это назвать я не знаю может быть бублигатор может быть бублисалями гатор какой-то я не знаю у меня фантазии не хватает напишите в комментариях вдруг вы знаете как это вообще в принципе называется а может быть это вообще кто-то делает может быть это чье-то блюдо народное а я тут так издеваюсь над бедным бубликом и говорю что уже нет в продаже по поводу начинки все что вот что мне нравится вот открыли холодильник вот так вот так что у меня сырок есть докторская колбаска немножечко там чего-нибудь шинки какой-нибудь все без проблем хотите сосиски используйте все что угодно нравится маслины добавляйте их нравится халапеньо нравится чили дыхать там килограмм чили туда положите как хотите у меня получился мой вот этот бутерброд острый потому что я добавлял табаско натахи я сделал не такой острый потому что она костроте относится ну так девочки чё с них возьмешь по стоимости у меня ушло 250 рублей связано это с тем что у меня здесь нет холодильника и не было возможности открыть и взять все что было поэтому пришлось купить салями они нифига не дешевые поэтому тут уже смотрите сами но с докторской колбасой получается очень вкусно как всегда если понравилась такая тематика ставим пальцы вверх если нет пальцы вниз подписываемся на наш канал на ютубе подписываемся на лайв канал ссылочка на группу вконтакте будет в описании до вкусных встреч пока